Тверская область продолжает активное участие во всероссийской акции помощи Донецкой и Луганской народных республик. В эту среду в областном центре сформировали еще одну, уже четвертую по счету, партию груза. За процедурой погрузки наблюдала и наша съемочная группа. Уже несколько недель, как в Луганской и Донецкой народных республиках, возобновились масштабные боевые действия. Снова страдает мирное население. Поэтому руководство России приняло решение об интенсификации отправки гуманитарных конвоев. Тверская область – один из тех регионов, которые активно участвуют в акции, проходящей под девизом «Своих не бросаем». Традиционно для таких акций к отправке подготовлены самые необходимые грузы. Вот здесь мы видим сплошные штабеля, макарон, рожки и другие самые разные макаронные изделия. Вот там мы видим мешки с картошкой. Это, конечно же, тоже, что называется второй хлеб. Ну и прочая номенклатура. Здесь она подробно перечислена. Это чай заварной, крупа гречневая, рисовая, масло подсолнечное, крупа пшеная, сахар, карамель, ну а как же без сладкого, лапша быстрого приготовления, ну и консервы рыбные и свинины. Помимо этого на Донбасс отправляются и промтовары первой необходимости. Например, обувь или детские пеленки. Общий вес груза составил порядка 11 тонн. Помощь оказали Тверское предприятие «Мелькомбинат», а также предприниматели из Сандова, Старицы, Ржева и Твери. Отправка организована совместно с региональным главным управлением МЧС. Губернатор Игорь Руденя постоянно подчеркивает, регион готов оказать всестороннюю помощь населению ДНР и ЛНР. Для нас это тоже очень важная задача участвовать во всех событиях, помогать реализовывать указания нашего президента, решения правительства Российской Федерации. Тверская область всегда была исторически активна во всех государственных вопросах и уверена, что сейчас мы будем тоже на достойном уровне. Напомним, что кроме того, в Тверской области готовы принять беженцев из Луганской и Донецкой народных республик. Определены места для временного размещения граждан ДНР и ЛНР. Вынужденным переселенцам, которые приехали в регион самостоятельно, к своим родным и знакомым, оказывается поддержка в предоставлении медицинских услуг, устройству детей в школы и детские сады. Продолжение следует...